Друзья, привет! У нас сегодня новый формат, такая смесь подкаста, рассказа, лекции, в котором расскажу о своем первом самостоятельном велопутешествии. Для тех, кто только наткнулся на мой канал, меня зовут Некрасов Филипп, я люблю велосипеды, снимаю велосипеды, на канале много сюжетов, обзоров, даже несколько интервью есть. Поищите, вы точно найдете что-то интересное для себя. Скандинавский тур, именно так я назвал это приключение. Я отправился в мае 2016 года. Это был год, когда я закончил учиться. Если вам интересно, то по образованию я инженер робототехник, заканчивал Мираа на Юго-Западной, в Москве. Я в Москве. И решил, что будет отличная идея в такой свой первый полноценный отпуск, поехать попутешествовать на велосипеде. Оказался доволен на 100% этой поездкой. И вообще это путешествие, скажу даже, изменило мою жизнь и то, как я стал смотреть на вещи. Первые шаги в мире велотуризма. На самом деле, это было не первое мое велопутешествие. Еще в подростковые годы, года, я ездил по Карелии в составе велолагеря. Это есть такая компания в Москве, называется «Коллекция приключений», которая занимается активным отдыхом для подростков. И одна из программ была на велосипедах. Называлась она «Байкеры в Карелии». Вот. И мы, по-моему, в течение 7 дней или 10 дней ездили вокруг Онежского озера. Это было круто. Кстати, в 2018 году я повторил этот маршрут уже как бы взрослым прошаренным байкпакером. Такие вот были первые шаги. Как я собирался в Крым, а полетел в Швецию? Ну, когда вообще только зарождалась идея поехать на велосипеде, я в то время общался с товарищем Максимом. И мы вместе планировали что-то, и появилась идея съездить в Крым. Это казалось бюджетно, просто. И, в принципе, мы почти бы туда и поехали, но у Максима появились там свои дела, и я остался один. Поэтому стал рассматривать какие-то более, так сказать, интересные варианты. Ну, не то чтобы Крым, это не интересно, но Швеция мне казалась чем-то более прикольным. Вот. И, собственно, решил лететь в Швецию. Вот так выглядит мой велочехол. Уверен, вы его видели на каких-то других снимках или роликах. Я... Вначале давайте пару слов о маршруте. Идея была следующая. Прилететь в Копенгаген, оттуда переправиться в Швецию на пароме, и основной маршрут пролегал по Швецию, по западному побережью до Осло, до Норвегии. То есть, получается, я побывал в трех странах. Дания, Швеция и Норвегия. Маршрут у меня в сумме получился порядка 800 километров. В дороге я был 12 дней. Вот. Это был май. Я был в такой еще слабенькой форме. Это был мой первый туринг. И считаю, что это неплохие, как бы, показатели. Вот так вот я прилетел в хостел в Копенгагене. Все достал, все собрал. И тут вы можете посмотреть, такие, блин, Филипп, это же велоштаны. У тебя велоштаны. Да, действительно, это так. Про экипировку, про штаны будет отдельный пассаж. Там я расскажу всю подноготную этого момента. Сборка первого велосипеда для туринга. Вот так вот выглядел мой сетапчик. Ирония была в том, что я собирался ехать на другом велосипеде. Это была Bianchi VIA Neurona 7, если я не ошибаюсь, coast-to-coast. Такой чисто шоссейник начального уровня. По-моему, он у меня был на SORI вначале. Потом я его апгрейднул до Ultegre. Но, как я уже сказал, ирония была в том, что я на нем разложился. Меня сбила машина, фрейм сломался. И со мной все было окей. Более-менее. Ну, без там, сотрясов, без паломов. И я стал искать другой вариант. И нашел такой замечательный Karatek Frame. Олдскульный туринг на Авито в Питере. Заказал его в Москву. И собрал уже на нем. Это получилась очень нелепая сборка. Потому что мы видим здесь, как бы, туринговую раму дорожную. И современный, на тот момент, на новейший Shimano Ultegra Group Set. Что, как бы, ну, немножко странно. Вот. Помимо всего, из-за дюймового рулевого стакана, тут достаточно смешной вынос. Смешная позиция руля. Ну, и, конечно же, тренировочные шоссейные колеса Mavic Axiom на циклокроссовой резине Continental. Там, циклокросс. По-моему, она потом называлась Циклокросс Speed. Но на тот момент это было просто Continental, циклокросс. Плюс здесь багажник задний. И отчасти он на хомуте держится. Вручную на заводе выпиленный подседельный штырь, чтобы залезть в раму 26,8. Ну, не в подседельную трубу. И что? И для переклюков тут внутри тросовые натяжители. Вроде так правильно называется. В общем, сборка как бы чего-то с чем-то абсолютно, ну, такая типа нелепая. Но это вот первый велосипед, который я собрал для путешествий. И на тот момент я не очень разбирался в чем-то. И это со мной сыграло злую шутку. Потому что начиная там то ли со второго, то ли с третьего дня, каждый день у меня лопалась задняя спица. Нагрузка была огромная. Это мои где-то 80 килограмм. Плюс еще 20 килограмм поклажи на заднее колесо. И тренировочные шоссерные колеса, естественно, это не выдерживали. Каждый раз, каждый день мне приходилось все снимать. Снимать колесо, снимать ободную ленту, вытаскивать сломанную спицу и ставить новую. Это был тот еще экспириенс. И начиная там с какого-то, по-моему, пятого дня, это уже вызывало у меня истерику, злость, слезы. И вообще это было очень грустно. Так что, друзья, собирайте велосипед. Ну, если вы верите в то, что можете собрать. Согласно тем условиям использования, которые планируются. Условия использования, ну, короче, как очень за ум сказал. В общем, собирайте то, как бы, что должно подходить. То есть, если это такой вот туринг с велоштанами, то это только 36 спиц. Это только что-то крепкое и неубиваемое. Если это действительно какой-то байкпайкинг на недельку, то да, можно на шоссерных колесах более-менее спокойно ехать. Кликбейт. Выбор сумок или чем плохо Пик-99? Прекрасная стоянка у меня была. Чем плохо Пик-99? Ну, помимо визуальной составляющей, что это выглядит, ну, просто типа... И контингенты, которые пользуются, ребят, без обид. Пик-99 плохо тем, что это огромная немодульная конструкция, которая, ну, просто как будто огромный, не знаю, пакет, да, огромная сумка, которую, типа, если ты вдруг положил вниз инструменты, то, чтобы их достать, тебе надо просто всю экипировку, все снаряжение достать. Это просто ужасно. Вот. Во-вторых, это, конечно же, разовесовка. У тебя получается на заднем колесе почти рядом с весом ездока, который обычно тоже, типа, большой, получается огромная куча груза. То есть, у тебя назад велосипеда, в моем случае, порядка, там, ста-ста с чем-то килограмм давило, при том, что перед был абсолютно свободен. Это очень нелогично. Ну, и пробираться где-то в лесах с велоштанами невозможно. Ты, там, чуть-чуть поднимаешь руль, и если ты, например, устал, если ты подросток, как вот мы гоняли, как я рассказывал вначале, в Карелию, ты просто с ним падал на землю и мог там даже пораниться. Вот. Из плюсов, Пик-99 – это только его цена. И простота, ну, и кажущаяся простота. Вот. Поэтому, друзья, не покупайте велоштаны такие огромные. Вот. И вообще, смотрите в сторону или байкпайкинга, или нормальных пенниерсов для правильной развесовки, для удобного использования. Хотя бы, чтобы у нас в стране, в России, появлялись как бы визуально приятные велосипеды и велосипедисты. Прощайтесь с колхозом, прощайтесь с гонкой за самое дешевое, лишь бы там оно только ехало, лишь бы там только можно было что-то примотать к велосипеду. Это давайте, уже 2020 год, пора выходить на следующий уровень. Так что вот так выглядел в первый день, в первые минуты моего старта, мой нагруженный велосипед. Еще я взял зачем-то юлок этот огромный, который сам килограмма два весил. В общем, это был пипец полный. Я так в жизни больше никогда не сделаю и никому не советую. Но я думаю, вы это поняли по предыдущему пассажу. Вот мой сетап из Карелии. Как бы тут видна грамотная развесовка. Передние сумки, да, на уровне оси колес. У нас баул, ничего не болтается, практически ничего не трясется. Даже вот пенка на багажнике нормально и упакована, как бы и визуально, и, естественно, технически. Если вы вдруг думаете, что я гонюсь за визуалом, это, ну, на самом деле, частично это так. Я уважаю и мне нравится, когда велосипед хорошо выглядит. Но, конечно, главное, это технические функции. Так что, вот, это, конечно, ну, типа, не так, что, ребят, вот, референс, делайте так. Но, как бы, это точно лучше вот этого. Тут вы можете заметить, что я часть велоштанов на руль перевесил, потому что до моей башки дошло, что, типа, блин, Филипп, надо чуть-чуть развесить. И, в принципе, это получилось. Такая вот история про ПИК-99. Бойс. Швеция – идеальная страна для велотуризма. Подписываюсь под каждой буквой. Почему? Потому что не из-за велодорожек, да, не из-за того, что есть специальные веломаршруты, а из-за культуры вождения автомобилистов. Объезжают тебя за метр, там, забавляют скорость. Ни разу вот за эти, там, 12 дней не было дискомфорта из-за того, что, типа, меня подрезали или, там, еще что-то. Вот, в общем, я себя чувствовал абсолютно спокойно, а самое главное, когда я вернулся домой, в Москву, у меня еще месяц где-то была депрессия, я не мог выбраться на улицу, потому что машины были слишком какие-то злые, большие, было слишком много, и я депрессовал и скучал по Швеции. Ну, и, конечно же, там безумно красиво, много всего можно посмотреть. Ну, и, блин, короче, если вы не были в Швеции, если не были в Скандинавии, обязательно езжайте, это бюджетная, на самом деле, страна, да, если говорить о велотуризме. То есть, как, ты покупаешь только билет, можешь достаточно экономно питаться, да, там, крупы, консервы, это тоже вкусно. Другое дело, если вы привыкли, там, не знаю, есть, обедать, там, в рестиках, ужинать тоже там, завтракать тоже там, да, это дорого. А так, любая страна посильна. Ой, пропустил. И вот это мне очень нравится, этот морячок с трубкой. Жалко, я не умею эффекты дыма пускать. Карта, компас и каттегат леден. Ирония этой поездки была еще в том, что маршрута не было. Была точка заброса, Копенгаген, была точка выброса, Осло. Все, больше у меня ничего не было. При том, что я готовился к этой поездке, готовился, там, типа, в зал ходил, как-то ездил, аптечку собирал, читал про велосипед что-то. Кстати, для этой поездки я научился, типа, переспецовывать колеса, и это меня спасло. Если бы я не умел, то я бы там остался. На каком-то моменте. Вот. И тоже спицы купил, тоже хорошо. Кстати, про то, что я беру с собой в велопоход, есть отдельный плейлист, называется «Собираемся в велопоход». Рекомендую к просмотру. Он тоже в таком живом формате. Там, я говорю, о всей своей экипировке. То есть, ну вот, от нуля до всего. Так что, посмотрите, обязательно он разбит по сериям. Возможно, вам пригодится. Когда я уже перебрался в Швецию, в туристической информации мне рассказали о Категат-Леден. Это оказалась туристическая дорожка, которая была мне по пути, прямо так скажу. И, ну, практически, там, все свое время я ехал по ней. Из навигации у меня никакого навигатора тавтология не было. Была карта, был компас, такой, типа, супер-тру-стайл. Вот. Эта карта, кстати, до сих пор со мной, с моими пометками. Так что, если хотя бы не ехать по ней, то берите с собой карту, чтобы сделать из этого историю, сделать из этого какое-то воспоминание для себя. И вот так вот выглядели метки. В принципе, их было сложно не увидеть. Естественно, пару раз я ее терял, но пару раз и находил снова. Это жизнь, это дорога. Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Леса, газоны и пляжи. Как я залезал ночью в кемпинг? Кликбейт. Чем отличается Дания от Швеции? В Дании есть, прямо-таки, специальные подготовленные места, площадки в лесах, заповедниках, для того, чтобы разбивать там лагерь. Как вы видите на фотографии, на слайде. И вот так вот, подготовленное место, я там, собственно, забайкбачился. Если предвещаю ваш вопрос, это самая дешевая палатка из Декатлона. То есть, для этой поездки я много и квипы, на самом деле, купил там и спальник, и пенку. Самая дешевая палатка из Декатлона, не заморачивался. Дальше, вторая ночь, это был такой утес. То есть, это был именно вот этот wild camping, или как правильно назвать. В общем, дикарем, то, что у нас по-русски, россия называется. Третье, это у нас уже тоже на специальной подготовленной площадке. Там мы видим навес, там у нас есть огниво, там у нас есть даже мусор. Вот вдалеке, там даже есть кран для воды, с водой, такая помпа. И дрова, очень крутое место. Следующий день у меня был хостел, простите, кемпинг. Потому что я не смог найти по дороге ничего годного. И вот это был первый день сломанной спицы, я его часа два с чем-то чинил. Вот так вот я забайкпачивался. Ну, в душ сходил, в тепле поел, в принципе, приятно. Следующая остановка была просто бомбическая, на берегу какого-то там залива, моря. Не помню, что это. И у замка, конечно же, на газончике тоже, это прям красотища полная. Вот тут вот был момент, который в названии этой части, как я ночью залезал в кемпинг. На самом деле я был бы и готов заплатить, но никого типа не было. Я просто проехал через шлагбаум, повертел башкой такой, ну окей. И забурился там в самый конец, в ночи собрал палатку, поспал, утром уехал. Ну, я думаю, никто не будет против. Вот это классный спот. Он был вообще в каких-то руинах. Я очень вкусно покушал. Будут скоро слайды с едой. Нашел случайно, свернул с дороги. В общем, в этой поездке все было абсолютно рандомно. То есть, как я уже сказал, маршрута продуманного не было. Собственно, стоянок тоже. Поэтому стоянки на Абум искались. И в принципе, это работает, друзья. В этот кемпинг мне сказали, типа, можешь просто проезжать, там, встань где-нибудь и будь счастлив. Потому что был не сезон, многое было закрыто. Как и этот кемпинг. И вот еще фотография навеса, лаву. Не знаю, лаву это или просто навес. Короче, вот такие штуки. В них можно тоже спать. Похода на кухне или каждый день, как ресторан. Покушать я люблю. А в туринге особенно. Это энергия, это позитивные вайбы для меня. Ем в основном макароны. Пью в основном пиво и кофе. И вот так вот, в принципе, все очень вкусненько. Как уже сказал, можно это делать доступно. Можно это делать недоступно. Все зависит от вас. Был тут интересный момент. По дороге встретился с вообще диким хипарем. Он оказался чуваком, который прыгает в мусорке и достает еду, которая просрочена или которая скоро просрочится. Для русских просрочится. Я даже не знаю, есть такое слово. Если что, извините меня. Для русских, для нас с вами, может быть странно, что магазины будут выбрасывать еду, которая срок годности подходит к концу. Потому что сейчас, не знаю, даже в пятерочке, который, в принципе, один из основных таких супермаркетов, правда дешевых, можно встретить на прилавке что-то просроченное. А, например, в Швеции уже за несколько дней это выбрасывают. И есть люди, которые залезают в эти супермаркетовые мусорки и достают эту еду. Собственно, вы видите на фотографии стейк и еще какое-то мясо, которое вот чувак достал из урны, пожарил и меня угостил. Я был жив, все нормально. Так что это был очень мощный экспириенс. Прям даже немножко мой образ мышления поменял. Ну, конечно же, часто я кушал пиццу и пасту с томатной вкусняшкой пасты. Вот так вот. Колесики у меня, видите? Красота, друзья. Прям не могу нарадоваться. Он взорвывает. Приключения и знакомства. Вот эти два чувака в первую ночь угостили меня. Посидел с ними. Еще что-то поделал. Спасибо им за этот вечер. Вот, собственно, Дэниел, который угостил меня мясом. Ну, вы видите, такой просто альфа-хипарь. Он бринчит на гитарке и зарабатывает этим деньги. Это вот еще интересная история. Эту палатку он купил на eBay или Амазоне и думал, что для него и для собак она на 12 человек. И он такой, блин. Вот так вот они турят вместе. Ну, короче, это супер кайф. Вот, я с ним весь день один проехал. Это было зачетно. Очень позитивный экспириенс. А вот это вот Кэферин. Кэферин? Кэферин? Екатерина? Немка. Она ехала на север Норвегии. И она мне помогла с проложением маршрута, за что ее отдельное спасибо. Прямо помогла. Вот тут мужик на лошади. Я с ним потом поговорил. Он очень удивился, что я русский. И сказал, что типа в этих краях русских никогда еще не было. Что ж, друзья. Заполняем мир. Эмоции, восторг, одиночество и машина времени. Плеер и музыка. Это, конечно, спасение. Слушал в основном машину времени. Тоже веселая история. Я такое скачал много классической музыки. Подумал, будет круто просветиться. В итоге от этой классической музыки меня тошнило. Из остального была только машина времени. Поэтому теперь я ее знаю практически наизусть. Ну, от видов завораживало. Да, вот так я выглядел в 2016 году. После 10 дней в палатке моя кожа всегда немножко умирает. Но не без этого. И замок, который я очень рад. Можете даже на мне разглядеть. Супер спорт лук, футболка, бибы, кроссы, байк-пакинг. Вот. Подходим к концу. Почему одиночество? Потому что в этой поездке мне, конечно, было очень одиноко. У меня не было симки. Я не мог в режиме реального времени быстро с кем-то пообщаться. Этого сильно не хватало. Там 10 дней наедине с собой это испытание для общительного человека. Для городского жителя. Поэтому будьте готовы к тому, что в какой-то день вы можете подумать, зачем я вообще это сделал. Зачем я там бросил, не знаю, там маму, папу, девушку, там брата, друга. И вот один уехал куда-то. Навстречу приключениям. В любом случае, друзья, путешествуйте. Это дико круто. Открывайте новые страны. Делайте это на велосипеде или на том, что вам нравится. Я буду это делать на велосипеде. Для меня это, ну, типа, самый лучший вариант. Ну, для такого одиночного формата. Потому что скорость движения, скорость того, как ты можешь что-то посмотреть, куда заехать, куда залезть, она, ну, для меня самая, там, адекватная, приятная. И считаю велосипед удобным компаньоном и товарищем. На этом все. Вот тут мой инстаграм второй, который больше про туринг. Есть еще мой основной, который собака.фил.x. Короче, подписывайтесь, если вы вдруг это еще не сделали. Вот такой еще пчеловод, да, вроде в комменты писали, когда утром просыпаешься. Лук. Такая история. То, что хотел рассказать, по-моему, на все 100% сделал. Если что-то забыл, то напишу в комментарии. Спасибо за просмотр. Еще планирую вот так же озвучить, рассказать еще несколько лекций. Это будет Ирландия, это будет Карелия. По Грузии у меня, по-моему, нет никаких лекций. Но две еще точно будет. Жду обратной связи, жду подписки, жду лайки, если видос зашел. До встречи, друзья, на дорогах, в интернете и даже, возможно, в путешествиях. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok